привет привет все любители математики первое что хочется сказать кто сегодня дежурный кто сегодня здесь дежурный почему так вот эти традиционные штампы да почему учитель доску моет почему не готова кто сегодня дежурный в нашем сегодня кстати в саду почти никого нет завершающие мероприятия мы наверное одни здесь ночуем на почти на большую но на нашей улице точно никого нет поэтому задача сегодня ведь я у меня шарф задача про шарф и так была такая ситуация я вышел и пошел так шел шел прошел 500 метров посмотрела было так жарко я шарф нес в руке посмотрел шарф уронил я пошел назад к месту падения шарфа шарфа надо было подготовиться что будет задача про шарф и там ударение и так мне числительные разные дают но что что мне в этой ситуации вспоминается это рассказ юрия гагарина когда ведь он же был на приемах у высоких особ до в англии там например когда и он по простому просто говорил спрашивал что делать этой вилкой и все с улыбкой великолепно поэтому мы также обозначим проблему на место падения шарфа или шарфа ну например торта мы знаем да ну ладно и так вот здесь упал шарф мы сделаем под построим по другому предложению мы вернулись взяли шарф и двинулись дальше прошли ровно тысячу метров пожали руку соседу необходимо было поздороваться и пошли назад и пришли к себе вот здесь поставлю с сосед а здесь д дом вопрос сколько всего метров я прошел сколько всего метров ну ладно расстояние я прошел 500 выделим подсказывает оператор и так внимание повторяю условия задачи кстати вот есть такая штука у меня иногда ученики спрашивают я не знаю как решать они по игру прочитай еще раз такой но все равно не помню еще раз читай читай 10 раз 30 40 50 100 раз читать условия задачи до тех пор пока не поймешь я часто замечал многократное прочтение условия задачи позволяет ее все-таки решить даже выйти из тупика и так внимание я вышел из дома у меня в руках был шарф погода была теплая я как бы нес его в руке вдруг через 500 метров я обнаружил что видимо выронил шарф вернулся за ним поднял его и и прошел ровно тысячу метров до соседа поздоровался с ним и пошел назад пришел домой сколько всего метров я прошел оператор говорит меньше полторы тысячи метров а а нет вот уже она говорит уже нет а нет я сейчас вот чтобы оператор перестал отвлекать меня от видео я и скажу а я себе к соседке ходил не пустила бы был бы скандал конечно так метра бы не прошел да но давайте рассуждать какие у вас есть друзья решение но а что если нам как-то перевести условия этой задачи на математический язык давайте попробуем посмотреть сколько же всего прошел человек то есть я и так я прошел 500 метров точно согласны я прошел 500 метров потом неизвестная некую неизвестную длину до шарфа я ведь ее прошел прошел так а потом прошел 1000 метров до соседа так а потом просто пошел назад а теперь внимание давайте попробуем за протоколировать путь назад я прошел вот столько видите у хорошего учителя даже пустой палец пишет а если у нас хорошее настроение можно посмеяться и над пальцем да как говорят ему палец покажи но есть хорошее настроение если вот смешинка попала и хочется хохотать и так обратно я пошел вот это расстояние это что за расстояние а это расстояние смотрите 1000 без вот этого икса 1000 минус x согласны я его прошел обратно прошел плюс 1000 минус x а потом вот эти 500 метров а ну-ка ребята вот я прибавил икс а потом его вычел даже если мы в шестом классе не проходили сложение подобных слагаемых да не умеем приводить подобные слагаемые этот термин нам не знаком если предположим и пятиклашки или третьеклашки ну чисто логически прибавили что-то а потом вычли с 0 до второклассник даже это знает но давай считать 1000 до 1002 500 до 500 еще 1000 всего сколько 3000 метров а ты говоришь меньше 1500 общий путь 3000 метров подумайте домашнее задание друзья помните как во втором третьем классе в начальной школе учительниц всегда говорила вторым способом и был такой особый шик вот я помню на контроль не всегда решаешь и решишь одним способом допустим таким с уравнением а потом придумаешь какой нибудь второй способ да еще третий это вот спустя годы в шестых седьмых классах восьмых как-то уже уходит в сторону эти вторые способы подумайте всем большой математический привет а как назовем задачу про шарф или задачи третьеклассника не знаю или это не третий класс ладно всем большой математический привет задача про соседку пока